Все знают крылатую фразу Суворова про то, что пуля дура, а штык молодец, но как-то забылось, что было у этой фразы и начало. Стреляй редко, да метко. Базовые принципы практической стрельбы, одного из набирающих популярность стрелковых видов спорта, как раз совпадают с тем, что завещал великий полководец. Залог успеха в точной и быстрой стрельбе. В этом виде спорта мы стремимся не только точно стрелять, но и быстро стрелять. Делаем это из разных положений, из удобных, из неудобных, делаем это на ходу. Это очень такой увлекательный вид спорта и его интересно наблюдать и участвовать в нем. Любой гражданин России с 18 лет, имеющий лицензию на какой-либо вид оружия, включая травматический пистолет, может заняться практической стрельбой. Сначала каждый проходит вводный курс безопасного обращения с оружием. Строится он на нескольких базовых принципах, которые каждый спортсмен усваивает с первых занятий. Любое оружие всегда считается заряженным, оружие всегда направлено в сторону мишени. Перед стрельбой убедись, что между тобой и мишенью, а также за ней никого нет. Формируем хват, большой палец сверху, да, вот так, хорошо. Наводим на мишень, корпус чуть-чуть вперед. Хорошо. Плавно спуском, потихонечку дави, потихонечку, потихонечку. Хорошо, молодец, попало. Включай. В Рязани стрелковая команда существует несколько лет и носит название арта. Ребята выступают в соревнованиях всероссийского уровня. В личных зачетах золото для рязанских стрелков не редкость. Каждый на самом деле ищет что-то свое в этом, в занятиях практической стрельбой. Для кого-то это снятие стресса, для кого-то это самореализация и много-много. Сколько людей, столько мнений. Альбина и Илья – начинающие спортсмены. Сегодня под чутким руководством тренера они учатся держать в руках пистолет и карабин и делают свои первые выстрелы. Мужчине надо, мне кажется, стрелять по-любому. То есть я занимаюсь единоборствами, я умею дураться и надо учиться обращаться с оружием. Практическая стрельба развивается стремительно и, возможно, к уже существующим олимпийским дисциплинам вскоре добавят и этот вид. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».